друзья мои дорогие всем добрый день продолжаем с вами тему абьюза и манипуляций просто огромное количество разных методов подходов каким образом они уходят от ответственности выкручивают вам руки что-то вам внушают пытаются подавить вашу волю сегодня мы с вами разбираем очень часто используемый метод причем используется он как знаете такими а тираничными доминирующими людьми очень жесткими такой знаете проявленной жестокостью так и используется он такими знаете ли тихушниками мышулями такими вот тихенькими от которых кажется и не даже не дождешься и вроде бы не предполагаешь что человек может быть таким о чем речь а как раз о том вот знаете когда человек говорит я как будто разговариваю со стеной я не могу достучаться я не могу добиться какой-то адекватной обратной связи от человека и ведь вот этот вот прием он продолжается повторяется из раза в раз один раз они так выкрутились два раза 75 раз они так выкрутились и в итоге они победители они всегда правы а вы снова терпите и остаетесь во всем этом но пока вы уже решение не принимаете что бесполезно а на что-то тут рассчитывать используется этот прием ситуациях когда у них нет логических аргументов когда они виноваты когда они накосячили когда они не хотят ни грамм ваших условий принимать и не на шаг навстречу продвигаться то есть они стоят на своем им нужна их выгода они не сдадут ни капельки своих позиций они уверены в том что они победят и соответственно такое поведение приема этот как вы видите называется таран почему таран все просто представьте то самое бревно или некий такой снаряд которым долбит в стену делают одно и то же похожие какие-то движения достаточно сильно с напором особо то не меняют позицию и в итоге рано или поздно стена это падает дверь это с петель срывает ну или что-то там еще рушится и в итоге у противника появляется возможность проникнуть на вашу территорию то есть таран абьюзерский метод призванный за счет как раз повторяющихся слов и действий за счет методичности напора силы без какого-либо ведения диалога без учета позиции оппонента продавить свою волю подмять собеседника то есть о чем речь это один и тот же аргумент одно и то же слово поведение нередко доходящие до абсурда поведение доводящие вас до белого коленя сколько я от вас на консультациях слышу похожих историй да и доводилось самой наблюдать где-то на работах трудовых коллективах просто где-то в диалогах то есть реально ты зацепиться не можешь ты не можешь от человека услышать какую-то маломальски адекватную речь какую-то маломальски адекватную аргументацию что да я не прав или я поступил так-то потому что у меня такие-то доводы ну то есть хоть что-то хоть немножко признание чувство вины или хотя бы некое отведение к тому что мы позже это обсудим то есть почему вот этот прием он действительно вот так выводит из себя и он очень сильно расшатывает вам психику потому что вы долгое время верите что вы с человеком этим можете поговорить ну как по-человечески вы же по себе судите но для вас же не нормально не вести диалог с близким человеком тогда как вроде бы и позиции там какие-то есть и кто-то в чем-то виноват для вас это не нормально и вы пытаетесь по-человечески вот это вот обсудить и один два сто раз но человек вообще никак не издается и конечно же вы можете уже начать закипать она это и рассчитана они расшатали вам психику они сняли с себя ответственность они стоят на своем и они четко ведут вас туда куда им нужно упорство монотонность занудность сила вот это вот эмоциональная твердость позиции собственно и берет вверх вы-то пытаетесь вести диалог ну как с неким более высокоуровневым созданием то есть выше как с человек с человеком пытаетесь вести разговор рассчитывая на аргументацию на дискуссию ну как минимум на какой-то может быть эмоциональное присоединение на эмпатию а вам в ответ бревном в стену долбит долбит и конечно же не выдерживает ваша стена и петли ваши зверь двери абьюзер празднует победу наращивает уверенность еще и если это окружение видит или как-то до кого-то доходит информация все говорят ну вот же уверенный в себе человек говорит правду и что тут он или она вокруг него бегает что-то там доказывает три основные схемы есть по которым вот этот вот таран реализуется они одна вытекают из другой они похожи ну просто уже здесь нюансы грани схема первое одно слово повторение одного и того же слова вообще вне зависимости от того что вы там говорите что там прилетает кто там приходит может быть присоединяется к вашей беседе одни это и те же слова я этого не делала нет 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 да как дети маленькие бывают вспоминаем не понимаю я не понимаю я не слышал вот этого они могут часами вот так вот твердить то есть вас вам может казаться что вы не совсем с психически здоровым человеком рядом находитесь хотя еще большой вопрос может быть действительно там есть основание для психиатрической диагностики но у нас обсуждение не психиатрического контекста от того что люди это делают осознанно у них это работает и они понимают что конкретно с вами это сработает вы просто не выдержите от этого прессинга вот этого напора кто кого переглядит такая вот игра но тут никто кого переглядит а попугайчики такие вот вернее один попугайчик а вы в надежде на то что рядом с вами все-таки человека не попугайчик а второй тип поведения вторая вариация это один аргумент этот аргумент он может быть абсолютно не в контексте диалога этот аргумент он может никаким образом не отвечать на ваши слова претензии вопросы и так далее просто повторение одного и того же аргумента это иллюзия диалога это иллюзия вовлечения в диалог то есть без разницы что вы говорите какие новые вводные вы даете какие вопросы от вас идут они просто валят один и тот же аргумент и ведь понимаете в какой-то момент вы можете даже начать в это верить вот такие ну раз человек это так часто повторяет значит я чего-то не понимаю значит может быть действительно я слишком жестко к этому отношусь а ведь это что такое это газлайтинг это вариация газлайтинга один и тот же аргумент потому что я тебя люблю потому что у меня плохая память потому что ты меня выводишь на эмоции и вот одно и то же они повторяют и третий тип поведения это одна реакция это может быть сочетание слов действий каких-то фраз это может быть просто какое-то на действие например только вы начинаете разговор они сразу хлопают дверью и уходят или они сразу лезут в телефон и начинают достаточно громко смотреть какие-то ролики или они прибавляют музыку или они начинают звонить другу или подруге или они начинают сразу угрожать ты больше никогда не увидишь детей я прямо сейчас от тебя ухожу с ребенком то есть люблю какая-то любая реакция но которая естественно никак вот в некий такой контекст диалога не вписывается что здесь важно важно понять что бесполезно вот с человеком находящимся в такой позиции в таком состоянии спорить это прием это метод который как они считают сработают сработает поэтому ну во первых это уж даже на этом акцентировать внимание не буду задумайтесь а нужны ли вам такие отношения и не страшно ли вам доверять такому человеку на во вторых постарайтесь любыми средствами путями выйти из этого диалога прекратить его и потом через какое-то время подумывать подумать попробовать какого-то другого захода это сделать или лучше показать им действие уходите вы ну или смотря там какой контекст что у вас там вы без скажем так согласование с ними там начинаете чем-то распоряжаться куда-то ехать что-то еще делать то есть очень важно чтобы они первые с вами вышли на беседу хотя бы по любому другому способу но опять же говорю бесполезно в таких условиях пытаться что-то человеку доказать не тратя нервы на вот такое вот общение друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта или коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч